Привет, я Энни Мэджик и со мной тут мои питомцы. И до того, как мы начнем, ребят, я хотела сказать, что 15 и 16 сентября в Санкт-Петербурге в Центре Дизайна Артплей пройдет самый, по моему мнению, крутой и большой семейный фестиваль Pet Shop Days для таких, как мы с вами, тех, кто очень любит животных и своих питомцев. Там можно будет увидеть блогеров, пофоткаться, купить что-нибудь для своих зверушек, будет груминг, консультации ветеринара и многое другое. И по нашей уже с вами сложившейся традиции я приглашаю вас всех увидеться со мной. Вход свободный, я буду там 16 сентября в 16.30, так что не опаздывайте. Адрес, где будет проходить мероприятие и ссылку на сам фестиваль я оставлю в описании к этому видео. В этот раз я буду, скорее всего, со своим покемоном Юмичу, которую вы еще не видели, так что познакомитесь. И увидимся, я вас всех жду. А сейчас я хочу рассказать вам про одно из, наверное, самых главных событий моей жизни, связанных с животными, которое произошло. Но до этого подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны, чтобы никогда не пропускать, никогда не пропускать наши самые новые видео. И мы начинаем. Кстати, сегодня на моем канале Анимэджик Ролик. Мне обычный довольно, ссылка на него будет в описании, потом сходите, посмотрите после этого видео. Ставьте мэджик лайк этому ролику, если хотите больше видео, чаще и с разными питомцами. И пишите свои волшебные комментарии, они здесь появляются. Самая, наверное, грустная новость за последнее время у меня для вас. Те, кто смотрит мой канал, знают, что у меня был хомячок Рики. Теперь его с нами больше нет. Я, если честно, вообще не знаю, что сказать, как эту всю ситуацию пережить. То есть для меня это было ударом. Нет, Рики не умер. Мне пришлось его отдать навсегда. Я покажу, как это было, кому я его отдала, расскажу все. Конечно же, я не хотела отдавать Рики. Я хотела, чтобы он остался с нами в нашей семье, потому что он часть моей жизни. Он мой питомец, и он как член семьи нашей волшебной. Вы тоже все его знаете. И это очень трудно мне далось. Само решение. Потом уже, когда я прожила, переночевала несколько раз с этим решением, я уже успокоилась. И постаралась не портить людям момент передачи вот этот вот. В общем, когда мне кто-то говорил, что у него аллергия на животных, и это очень грустно, я всегда стараюсь пережить человеческие эмоции и чувства, и понять человека. Но в этом случае я всегда говорила, да, это очень грустно, печально. Но никогда не думала, что это настолько серьезно, настолько больно, что ты не можешь иметь питомца, о котором ты мечтаешь. Или, как в моем случае, ты заводишь питомца, он становится твоим другом, членом семьи, и ты вынужден с ним расстаться. Это просто вообще... Я специально сняла это видео позже, чем это произошло, потому что в тот момент я просто не могла никак это все собрать в кучу. Даже сейчас мне тяжело это объяснить. У меня аллергия на хомяка. И я не ожидала, что такое может произойти, потому что произошло это совсем не сразу. То есть у меня был сначала хомячок Лаки, вы помните ее, она, к сожалению, умерла. И Рики. То есть у меня было два хомяка, они жили в двух разных клетках, и все было нормально. Где-то через полгода после того, как они у меня появились, начались у меня странные симптомы. Но я эти две вещи не связала. То есть просто я хожу, чихаю, у меня там чешутся сильно глаза, какие-то вот аллергические такие вещи. Но я думала, мало ли, что время года меняется, цветы какие-нибудь. И еще через какое-то время я стала замечать, что эти симптомы все усилились. И усиливались они именно после того, как я пообщаюсь с хомяками, помою их клетки. То есть какой-то контакт произойдет. Я спасалась таблетками, и все, в принципе, было нормально. То есть я помою клетку, мне становится плохо, тяжело дышать, сильный насморк, очень чешутся глаза, лицо все чешется, какие-то красные пятна на руках. Но выпив таблетку одну антигистаминную, антиаллергенную, все проходило через какое-то время, час-два, и как бы нормально. И я жила с этим, думая, что, ну блин, может это временно как-то, может это не так уж и серьезно все. Но последние вот несколько месяцев любой контакт с хомяком вызывал вот такую реакцию. Очень чесались, краснели глаза, сильный насморк, все руки вот так вот покрывались пятнами. И я даже в ролике, когда делала для него туннель и выводила его на первую прогулку на улицу, показывала, что вот он походил у меня по рукам, у меня вот такие прям красные пятна на всех руках. В общем, в очередной раз я стала у него убирать, помыла клетку, пообщалась с ним, потискала его на ручках, подержала. И у меня случился очень сильный приступ, который затянулся на два дня. То есть я не могла дышать, прям вот так вот не могла вдохнуть, как приступ астмы. И врач сказала, что это действительно такая аллергия, если у тебя такая реакция у организма, может привести к уже хронической астме. Я решила для себя, что нет, я не смогу расстаться со своим хомяком, как бы то ни было, что бы со мной не происходило, я его оставлю. Я решила воспользоваться советами, которые могли хоть как-то помочь. Я закрыла его в отдельной комнате, в отдельном помещении, в котором я не постоянно нахожусь. Я убирала у него только в перчатках и в маске специальной, предварительно выпив антиаллергенную таблетку. Я общалась с ним только через какую-то определенную ткань, то есть брала его на руки. И все равно ничего не менялось, ситуация стала только ухудшаться и ухудшаться, потому что, как врач сказала, и в принципе я знаю этот факт, что аллерген может действовать не сразу, а только накопившись в организме. То есть, когда вы заводите какое-то животное, на которое у вас возможна аллергия, может такое произойти, что вы заметите симптомы далеко не сразу, а через время. И может даже не свяжете по этому две эти вещи, как в принципе было и у меня. И ситуация не изменилась, остановилось все только хуже. У меня случился еще один приступ, и я поняла, что нет, это не жизнь, в том числе для самого Рики. Потому что, получается, у тебя есть питомец, но ты не можешь с ним общаться, ты не можешь нормально с ним контактировать, потому что он как бы сам по себе живет. В чем смысл вообще тогда нашего общения? Он так же страдает, как и я. Ну, понятно, многие скажут, что хомяк не такой там, как собака или кошка, но я думаю, что ему было одиноко. Я стала замечать, что он стал более закрытый такой, агрессивный. Если раньше ты приходишь, поставляешь руку, говоришь голос, он узнает его, он выходит, он общается с тобой. То есть, за то время, сколько он жил вот так отдельно, и я просто тупо прибиралась у него и общалась с ним крайне редко. Хотя мне тоже это было очень трудно. Он стал отдаляться, и это все становилось просто невыносимо. Мне было обидно за него, что он не может жить полноценной жизнью. Мне было обидно, что я не могу с ним нормально контактировать и общаться, и получается, смысл всего этого, он потерялся. И я приняла серьезное решение. Оно было очень трудное для меня. Я решила, что я должна отдать Рике. Я долго жила с этим решением. Я думала, я продолжала болеть, и все равно не хотела его отдавать. Но в итоге я поняла, что это ни жизнь ни для него, ни для меня. И мне пришлось его отдать. Я очень много думала о том, кому его отдать, как вообще это все будет происходить. И так получилось, что наша знакомая, моя знакомая, ветеринар, которая, в принципе, за всей нашей семьей ухаживает, у нее есть две дочки. И они очень хотели хомячка. Я подумала, что, наверное, это будет лучшим вариантом, который я вообще могу выбрать. Во-первых, потому что они живут рядом здесь. Я знаю, что девочки эти очень ответственные. Тем более, они тоже мэджики, как и вы. И они смотрят каналы, они любят моих питомцев. Они будут заботиться о Рике. И что сама Аня, она ветеринар. Она разбирается в животных. Она будет заботиться о нем. Это был, наверное, самый лучший вариант, который я могла выбрать для Рики. Мы будем сразу за ним ухаживать. Ухаживать будете? Да. Обещаете? Да. Я буду приходить проверять. Покажи, Хомякали. Будет жить, как король. Рики там шуршит. Будет жить, как король. Как король. Я не буду чихать, а Рики будет в ответственных руках, да? Надеюсь. Надеюсь? Да. Надеюсь. Когда я уже много об этом думала, когда я приняла это решение, приняла все эти мысли, сказала, что да, так будет лучше для всех, я уже решила, что я не буду грустить, создавать какую-то неприятную атмосферу, расстраиваться, чтобы и людям было не так за меня обидно, потому что они пришли забирать Рики, они будут его любить, они хотят этого хомячка, они хотят этого питомца. Я все, что у меня было, для Рики отдала им. Я хотела, чтобы весь этот процесс был не стресс для всех нас, то есть, ну, вы понимаете, если я такая буду сидеть, печальная, грустная очень, и все это будет проходить в такой негативной атмосфере, поэтому я сказала себе, все, хватит, на самом деле так будет лучше для всех. Рики будет счастлив, я останусь здоровой, потому что все-таки у меня есть ответственность перед другими моими животными, которых тоже немало, и мне нужно ухаживать за ними. Не мечу, не мечу. Провожает вас. Она думает, что мы куда-то едем. Давайте, хорошо. Давай. Давай, я тебя обниму, малявка такая. Она тяжелее, чем кажется. Я тебя такая малявка. 28, вешу, хотя мне одевать. Неизвестно, кто больше. Это, на какушей. Да нет, она нормальная. Все, поехал, Рики. Грустненько. Рики уехал от нас, но я все равно считаю, что он большая часть нашей жизни, он часть нашей волшебной семьи, часть Magic Family, как и вы наверняка так считаете. И я рада, что он уехал именно туда, где ему будет хорошо, где я смогу все равно как-то наблюдать за его жизнью, пусть не вот так вот в комнате, а со стороны. Хотя, конечно, мне, как и вам сейчас, грустно, что так вышло. Но жизнь такая вещь, что нам нужно учить какие-то уроки и с чем-то мириться. И в данном случае мне пришлось сделать этот тяжелый выбор, решить и смириться с этим, принять это, что так произошло. Если честно, я не хотела, чтобы это видео было грустным, получалось печальным каким-то. Я хотела, чтобы все было хорошо, чтобы я внушила вам веру в то, что жизнь продолжается и все нормально. Я уверена, Рики будет счастлив и у нас все будет хорошо вместе с вами. Так что увидимся на Pet Shop Days 16 сентября. И переходите по ссылочкам на новые видео на других каналах. Все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok